Воловой внутренний продукт в Украине упал почти на 30% по итогам 2022 года. Это наихудший результат времен независимости. Несмотря на помощь международных партнеров, расходов в стране больше доходов. Поэтому уже в 2023-м госдолг может превысить стоимость всех товаров и услуг, производимых в Украине. Подробнее в материале. За прошлый год экономика Украины понесла крупнейшие за всю историю независимости потери. Цифры озвучила министр экономики Юлия Свириденко. Из-за военных действий уровень бедности в стране вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Чтобы уменьшить дефицит бюджета, Украине необходимо около 55 миллиардов долларов. Киев просит помощи у стран-доноров. За прошлый год страна получила уже чуть больше половины этой суммы. Около 1 триллиона гривен мы получили от наших международных партнеров. В частности, значительные финансовые средства в экономику Украины вложили США, страны ЕС, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Канада, Великобритания и Япония. В минувшем году ВВП Украины упал почти на 30,5%. По данным Украинского нацбанка, инфляция в 2022-м достигла 31%. Однако независимые эксперты утверждают, что эта цифра выросла до 45 и даже 50%. С этим согласны и некоторые местные жители. По их словам, цены на продукты за год выросли вдвое. Цены все еще нестабильны. Национальная валюта падает, ведь многие виды товаров импортируются сейчас из-за рубежа. Это тоже повлияло на рост цен. В августе прошлого года государственный долг Украины достиг рекордных 3 триллионов гривен. Это больше 70 миллионов долларов. Тому причина – ежемесячные вложения в армию страны и восстановление инфраструктуры. Несмотря на финансовую поддержку извне, расходы превышают доходы. Минфин опасается, что в 2023-м госдолг Киева может удвоиться и превысить 6 триллионов гривен. А эта сумма превышает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. Сандугаш Байгуаныш, Аида Кадырбай, Хабар, 24.